Артём, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, о своём семинаре, который вы будете проводить совместно с Александрой Мощенских. Я получила о нём информацию и хочу узнать более подробно для того, чтобы рассказать о нём своим подписчикам. Я думаю, им интересно тоже будет информацию об этом семинаре. Да, Наталья. Ещё весной мы проводили вместе с моим партнёром Александром Мощенских небольшую серию вебинаров для лидеров, для сетевиков, посвящённые применению технологий коучинга. И это вызвало такой вот горячий очень отклик, и мы пообещали подготовить какую-то практическую выжимку для лидеров по применению каких-то техник, технологий коучинга в работе с новичками, с ключевыми партнёрами. И вот получился, да, такой подготовили, такой семинар-тренинг сжатый, компактный и очень-очень такой практичный. Артём, расскажи, пожалуйста, а что ценного узнают подписчики и гости моего ресурса, и какие выгоды они смогут извлечь, прослушав этот семинар-тренинг? Ага, я понял. Что ценного в ходе семинара будет? Ну, во-первых, прояснение для себя вот этой самой особой роли, чем отличается коуч-лидер от обычного лидера, например, директивного, да, вот такой подход, когда я говорю, ты делаешь, или когда подход коучинговый, который отличается от данного тем, что лидер не даёт прямых указаний, что делать, а он выявляет сильные стороны своего партнёра и раскрывает их, поспособствует его, так скажем, самореализации. Артём, а приведи, пожалуйста, примеры коучинга в работе лидера. Ну, простые примеры. Разговор с новичком. Очень часто бывает так, что новичок скован, зажат, ему неловко, и нам неловко, что ему неловко, да. И вот, например, несколько простых вопросов, заданные удачно, помогают просто в корне поменять ситуацию, привести к хорошему установлению контакта, диалогу, и уже процесс пошёл. Иногда это вот как по щелчку пальцев, как вот по монолинию волшебной палочки происходит. И важно просто понимать, какие вопросы могут вызвать такое изменение. То же самое, например, когда ситуация, когда консультант или бизнес-партнёр сталкивается с какими-то препятствиями, или с теми же самыми отказами, с какими-то что-то не получилось. Очень часто люди начинают копать, а почему у меня не получилось. Начинают искать причины в себе, принимают проблему на себя, и это очень сильно у них отнимает энергию. С помощью, просто поддерживая человека в такой ситуации, с помощью коучинга можно перефокусировать его быстро с проблемой на поиск решения. И это позволяет сэкономить вообще огромное количество эмоциональной и психической энергии и партнёру, и нам как лидеру получить хорошие результаты в бизнесе. Если сказать простым языком, что же такое коучинг? Коучинговый подход – это особенность ведения разговоров, особенность ведения беседы и влияния как результат. То, что лидерство – это влияние, и коучинг – это одна из самых эффективных техник, точнее даже не то, что техник, но просто подходов. Мы знаем, для того, чтобы сформировался навык, нужно три составляющих – это знание, это желание и действие. Многие лидеры, в принципе, без знаний коучинга делают это подсознательно. Они имеют желание, они это делают, но сейчас ты предлагаешь ещё подкрепить это знаниями. Несомненно. Я, как уже сказал, кто является лидером, кто имеет опыт общения с людьми, удачный, успешный, устанавливает контактов, он так или иначе применяет многие вещи, но, как мы говорим, на бессознательном уровне, на неосознанном. Также бывают люди, говорят, вот он талант, он умеет влиять, он как магнит притягивает к себе людей. Если просто взять и разобрать, в чём его талант заключается, то можно его повторить. Но если мы не знаем этих вещей, теории, да, допустим, и методов, и подходов, то мы не сможем этого повторить, потому что мы не сможем это понять. И вот образование, да, вот это образование дало мне возможность упорядоченно, систематично, и от случая к случаю получится, не получится, да, как в рулетку, получится у меня разговор или не получится. Сейчас я знаю, что это полностью от меня зависит. Получается, что коучинг для лидера – это метод эффективных разговоров со своими ключевыми консультантами. Эффективных разговоров, да. Правильно, неправильно, нет только понятия правильного разговора, но эффективных, да. Артём, вот сейчас многие сетевики работают через онлайн-сервисы, посредством скайп-переговоров, различных мессенджеров, и я думаю, что им будет интересно, у тебя огромный опыт работы онлайн, и есть ли у тебя твои последователи или, может быть, твои ключевые консультанты или партнёры, которые на сегодняшний момент успешно ведут свой бизнес через интернет? Да, да. Спасибо, хороший вопрос. Если бы не было реальных примеров, то, собственно говоря, я бы этим не занимался. У меня вся структура, которая на сегодняшний день существует, она построена 100% онлайн. Это 2,5 тысячи активных консультантов, несколько директоров в двух уровнях, и такая плеяда менеджеров, которые подают надежды. И если говорить про как раз вот работу онлайн и про обучение, а почему я пришёл к технологии коучинга в результате, да, к тому, что именно влияние словом в онлайн является ключевым навыком, потому что у нас нету возможности физически общаться, да, с новичком, только если не взять и не поехать к нему в город или чтобы он не приехал к тебе. Поэтому единственное, всё, что мы можем сделать, это общаться. Это то же самое, как вот сопровождение по телефону раньше. Если у кого-то из вас, друзья, были результаты от сопровождения, от выращивания консультантов по телефону, то от онлайна это мало чем отличается, за исключением, что онлайн иногда вместо голоса идёт переписка. Но у меня есть позитивные результаты, то есть директора выращены 100% на переписке. Может быть, это немножко странно покажется, но тем не менее, да, вот у меня три директорских группы в глубину были выращены 100% по переписке. Это было ещё в эпоху до того, как Skype стал голосовым, поэтому мы просто переписывались в мессенджере, который назывался ICQ. Кто знает, есть такое. То есть просто переписывались в течение некоторого времени с людьми, и они вышли на директорские звания в результате этой переписки. Назови своих самых эффективных учеников. Ну, мои самые эффективные ученики — это Евгений и Александр Вальковы. Сейчас у них уровень немножко снизился в этом году, но тем не менее, в результате нашей совместной работы они успешно родили двух детей, купили двухкомнатную квартиру в Воронеже и, в общем, неплохо зарабатывают. Это Виталий Кудряшов, очень известный онлайн-сетевик. Да, знаем такого, у него сайт в топах. Сайт в топах, и он является постоянным участником рейтинга топ-10 лучших рекрутеров нашей компании. То есть практически ни одного журнала без него не обходится. В прошлом году он выиграл автомобиль, участвовал в розыгрыше автомобиля, разыгрывали на Новый год у нас 14 машин среди лучших рекрутеров, но ему было несложно попасть в число победителей, потому что если в общей сложности в сутки участвовало в акции около полутора тысяч человек, он проводил около 20 регистраций ежедневно. Соответственно, результат такой сэкономерный был. И его партнер Юлия Червякова, тоже такой очень активный лидер онлайн. Ну и другие имена. Елена Лисичко, Александр Мощенских. И в Москве у меня есть ребята, юноши и девушки в Питере. Как внешний тренер я обучаю еще других стихов. Я только сейчас про своих говорил. Но есть и сторонние результаты. Артем, как попасть на этот семинар? На семинар попасть очень несложно, если проявить оперативность. Потому что количество мест на нем будет ограничено. В силу того, что это не просто лекция, а семинар-тренинг. То есть это будет активный диалог с участниками. Какие-то упражнения мы будем давать. Поэтому есть ограничения по аудитории. Это всего 100 человек. Сейчас мы больше половины уже набрали. А есть еще несколько десятков мест. Поэтому нужно оперативно вписаться в предварительный список. И 6-го числа мы начинаем продажи. То есть продажи будут 6-го и 7-го ноября. И все. Оплатить и принять участие. Мы предлагаем два варианта стоимости. Стандарт. Очень, очень демократичная цена. Называть не буду. Кому интересно, тот зайдет, зарегистрируется и посмотрит. И версия премиума, которая включает в себя семинар, плюс индивидуальную коуч-сессию. Версия премиума в стоимости меньше 100 долларов. Мы делаем специальную такую скидку, акцию. При том, что одна коуч-сессия у меня или у Александры стоит 160 долларов за сессию. Артем, большое спасибо, что ты согласился ответить на мои вопросы. Я думаю, что гостям моих интернет-ресурсов будет интересен этот материал. И они с удовольствием побывают на твоем семинаре. Да, пожалуйста, Наташа, спасибо большое за интересные вопросы. И, друзья, ждем вас на нашем вебинаре. Вы получите десятки ценнейших фишек, техник и каких-то нюансов, которые обычно ускользают, но которые очень-очень важны для нашей эффективности как лидеров. До встречи.